Вот если мы все промолчием, ничего в ответ не сделаем, не скажем, не потребуем, кем мы будем тогда являться? Тряпками, слизью, о которой ноги вытирает всякая сволочь, надменная, жирная, пьяная. Это что такое? Это значит мы становимся предателями и подонками. А виной тому кто? Да, и мы, с одной стороны, что позволили себя так унизить, уничтожить, растоптать, а с другой стороны, конечно же, виноваты те, кто все сделал для того, чтобы превратить определенными технологиями из народа, думающего, созидателя народа в народа, потребителя и быдла. Идеология есть у разных стран, только у нас ее нет, только русским запрещено ныне иметь идеологию, причем по Конституции, что совершенно несправедливо, разумеется. И он говорит, что вот эти поправки в Конституцию, которые президент хочет сейчас провести, это же не изменение Конституции, это вообще не новая Конституция, а надо бы новую. Ну хотя бы вот эти поправки. Он говорит, вот возьмите пункт 4, просто подумайте, о чем он? Чтобы выйти из-под международных законов, оглавенствующим объявить законы свои, а мы сейчас живем в Конституции, при которой главенствующий закон их, зарубежных стран, мирового сообщества, но не России. Справедливо ли это? Кино вот при Сталине, люди выходили, воодушевленными, вдохновленными, направлены их были все стремления на созидательный труд, на вот эту общность, на радость труда, как бы в едином вот этом порыве, сделать что-то друг для друга хорошее, для страны, создать, сделать чудо. В этом радость искали. То, выходя из кино потом, что стали люди видеть и чувствовать? Уныние, беспросветность, потерю любых ценностей, ориентиров, идеалов, то есть полное разрушение всего того светлого и чистого и созидательного, что есть в человеке от его естества. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хочу поговорить о видео Михалкова, Никиты Сергеевича, который выпустил в своем бесогоне один фильм, который показали по ТВЦ, по-моему, ну а потом запретили, полностью сняли его программу с эфира, и мне прислали сразу люди вот это письмо. Мой знакомый старый один прислал, давайте я зачитаю. В этом видео Никита Михалков, по моему мнению, превзошел самого себя, а ведь он просто призывает задуматься. Надеюсь, что наш народ его услышит. Бесогон ТВ, у кого в кармане государство? Видео. Именно за этот выпуск передача стала опальной, и теперь перспектива показа Бесогона на ЦТ туманна. Этот выпуск был практически снят с эфира, но несколько раз показан. Это видео, которое называется «У кого в кармане государство?» уже 4,2 миллиона набрало просмотров, 46 тысяч комментариев, резонанс колоссальный. И подобных писем на мой канал люди стали присылать великое множество. Я выписал некоторые из них, потом перестал, но их тысячи, и, соответственно, хотел бы поговорить. Ведь эта тема на самом деле важнее, даже чем то, что мы с вами о чем в основном говорим, то есть о здоровье личного отдельно взятого человека, судьба Родины, страны, мира. И отдельно взятого человека решается фактически сейчас. Очень много всего сошлось. Очень важную тему поднял Михалков в своей передаче. Он потом выпустил еще несколько видео небольших, но теперь уходит, я так понимаю, в YouTube в большей степени. Это понятно. По мере просмотра я выписал тезисы определенные, которые хочу сейчас вам зачитать и кое-что дополнить от себя, и поговорить на эту тему. Больно тема серьезная. Но помимо тезисов Михалкова, помимо разговора на эту тему, я внизу в конце еще зачитаю очень некоторые интересные маленькие тезисы по минутке, буквально от отдельных взятых, просмотренных мною видео, на примерно похожие темы, и немного обсудим и это. Итак, начнем с данного. Вот еще одно письмо, зачитаю и начнем. А вот Михалков заговорил о чипировании через прививки от короны. Интересный документ показал. Патент на изобретение чипирования от Билла Гейтс. Но мне еще и месяцы назад, и годы, по-моему, даже присылали об этом. Особенно, когда о коронавирусе речь пошла. Сразу мои зрители стали искать патент, заявка. Вот, заявка на патент была подана еще в прошлом году. Об этом документе говорится на 15 минуте 58 секунде. И, вероятно, как раз вот этого самого видео, у кого в кармане государство. И какой же вопрос здесь поднимает Михалков? А глобальный вопрос мирового управления. Управление в нашей стране. Кто же его осуществляет? В каких руках власть? И куда, собственно, мы идем? К чему нас готовят? Ну, про Грефа. Он там сказал. Он просто показал его цитаты. Я полагаю, вы смотрели его видео? Нет? Так посмотрите. После этого двусмысленности быть никакой не может. Однако. Михалков понимает такой вопрос. Ну, хорошо, коронавирус, защищаться надо, нужны меры. Возможно, они были другие, нужны изначально. Ну, вот, есть как есть. Сколько будут людей таким образом держать в некоем страхе, в некоем контроле, который, возможно, сейчас как раз вот гайки начинают закручивать. Пандемия может быть три года, и об этом специалисты говорят. То есть, то ухудшается, то улучшается положение. Могут новые штаммы образовываться. И полная вот эта вот нормализация ситуации может быть до трех лет. То есть, она скачкообразна. Ну, а что дальше? Перепрошивка мозгов, он говорит, за это время в народе произойдет. Все привыкнут жить в изоляции. Другой мир, другая жизнь. Я тут сразу вспоминаю слова Андрея Ковалева, ну, известного бизнесмена, миллиардера. Умный человек, деловой человек. А его первая мысль ему страшна стала, когда вот все эти вели меры. Он сказал, неужели мир изменится навсегда? Он так подумал, но потом, говорит, я отошел. Думаю, такого быть не может. Там начал анализировать. А может быть, это первое. И было то, что его, как он говорит, чуйка вот у него такая. Всю жизнь его спасала. И подсказала ему, что, возможно, как раз это очень, быть может, возможный вариант будущего. Ну, ладно. Дальше Михалков говорит, что будут просто иные, новые люди, сложившиеся, уже иные, совершенно с другими привычками, пристрастиями. Он опять коснулся темы Ельцин-центра. Безусловно, вот то, что разделяет наше прошлое и будущее. Что, мол, до этого это все черная страница в истории отечества нашего и государства, те люди, вожди и так далее. Все это ужасное, погано. И вот оно прогрессивное. То, что приводит нас или привело, по их мнению, или приведет к светлому будущему. Страшное дело. Но про это он и передачу отдельную снимал раньше. Про Греф и Сбербанк он говорит. Про Чубайса, Набиулину. Кстати, удивился я, что он Четверякову показал здесь. Но это действительно, да, потому что Четверяков с позиции абсолютного такого ортодоксального христианства и конспирологии вот того, что идет, объясняет. И действительно, так, по логике вещей она, конечно, права во многом. По крайней мере, те ужасы и несправедливости она ставит на повестку дня, но объясняет их вот определенным образом. Однако она, по сути, права. И вот, говорит Михалков, детей тысячами привозит в Ельцин-центр. И чему там обучает? Он же смотрел, лично проходил. Это виртуальный, общий, электронный вот этот экскурсовод и личные экскурсоводы. А они и готовят Иванов, не помнящих родства, которые плевали бы на историю нашу, ненавидели бы, соответственно, и народ этот, никчемный, в кавычках. То есть прививают ненависть и равнодушие, прививают, вот как он совершенно правильно говорит, мультикультурализм и толерантность. Толерантность ко всему поганому, подлому, пошлому, предательскому. Нет никакой отдельной культуры, нет никакой самобытности, национальности, самоидентичности. Есть мультикультурализм, нечто такое смешанные общечеловеческие ценности. Есть общечеловеческие ценности, то, что в душе человека, от природы данные ему, прописаны законы справедливости, добра, нравственности. То есть законы, которые мерило, отмеряет совесть наша. А мультикультурализм, это чистый сатанизм, это подлость, это мерзость, нечисть, с которой надо бороться. Не должно быть никакого мультикультурализма. Все дальнейшие вопросы, которые он ставит, вытекают один из другого напрямую. Вот, например, а за какие идеалы человек может рисковать жизнью и должен? На фронте, например. За какие идеалы наши предки? Они все прекрасно понимали. За землю родную, родину нашу новую, которую мы, так сказать, своими руками строили. Создавали заводы, тысячи предприятий. Сами же на них работаем, дети наши. Уверенность в завтрашнем дне. Вот за светлое будущее, за справедливость, за равные права и возможности. Вот взять все и это, общечеловеческое, на самом деле, по самым высоким планкам мерил идеалов добра и справедливости, честности, порядочности. Ну а потом, что сейчас? А сейчас пришло все к тому, вот благодаря таким, кто создавал Ельцин-центры, кто сделал приватизацию в 90-е годы, кто разграбил страну, кто предает, кто стрибунгает одно, а делает другое. А сейчас, как говорят общечеловеки, моя родина там, где меньше налоги он приводит. Ну или, как некоторые говорят, что где мне лучше живется там, а моя родина. И спрашивается, такой человек отдаст жизнь вот за такую родину? Нет, конечно. А за какую родину, если у него нет фактически этой родины, как он считает? Что в Европе творится? Однополые браки уже в церкви в некоторых странах узаконены. То есть, вот те самые окна Авертона, о которых он тоже здесь упомянул, совершенно верно, то, что раньше казалось немыслимым, неприемлемым, постепенно становится, значит, скажем, не вызывает агрессии, неприятий, потом чем-то обыденным становится, а потом и естественным, как будто так оно и было. И люди перестают даже задумываться, что же произошло с ними, в первую очередь, что поганое, подлое, пошлое, невыносимое они уже воспринимают как нечто естественное. Далее он поднимает вопрос, а во что превратилась Европа та самая? Где вот тот самый прогресс? В чем он выражается? В шмотках, в еде, в каких-то, так сказать, благах, чтобы завалиться на диван и смотреть что-нибудь по телевидению или по интернету? Развлекающее, естественно. Что с эмигрантами? Вот эта проблема. До чего довели руководители тех же стран свой собственный народ? Как они сейчас кланяются и приседают перед эмигрантами? Как сотню тысяч завезли людей, которые совершенно не будут участвовать в строительстве, созидании, а будут паразитировать, разрушать, глумиться и хаять, насиловать? И, кстати, вот вы что не видели, год-два назад даже по телевидению у нас показывали, как эти насилуют, а полицейские стоят, руками разводят, а никто ничего сделать не может, а суд только вот за какую-нибудь малую погрешность посадит своего, так сказать, земляка. Но этим за изнасилование, ну, они терпели, у них воздержание долго, их надо пожалеть. То есть такой бред невозможный, просто немыслимый, что творится. И это и есть последствия толерантности и мультикультурализма как раз. Вот я от себя скажу, сажают родителей. Ну, в Германии, например, за то, что отец, вот как-то был случай, не пускал детей, многодетная семья на уроки вот этого секс-просвета. То есть где там о непотребном рассказывали детям, причем маленьким еще детям. И за это его чуть ли не родительских прав хотели решить. Это что такое? За это надо расстреливать этих подонков, кто такое принял, и кто за это хочет отбирать детей. У нас-то тоже в стране внедряют, хотели внедрить. Ну, не так идет, как в Европе, конечно же, у нас с нашим пока еще менталитетом. Это не так, слава богу. То есть идут карательные меры государства против своего народа. Что, только у нас, что ли? Там, в Европе, гораздо серьезнее все. Гораздо серьезнее, если ты из этой системы, в которую загоняют люди. А это что за система? Концлагерь. А теперь его надо каким-то образом еще и экономически, и социально сделать. Ну, это как раз электронный концлагерь. А чем дальше Михалков развивает свою мысль? Где единство, спрашивает он. Где дружба стран? Полный разрыв отношений. Внутри стран сейчас происходит ЕС вот этого разрушения, о чем я тоже говорил в своих видео о коронавирусе. К чему это приведет? К старикам скорые даже не приезжают. Разрыв полный отношений, естественность, уважение к старшим. Вот это самое, так сказать, потому что вот целесообразность впереди всего, приоритеты. Как плакали врачи в Испании и Италии, показывали по телевизору. Когда говорят, мы должны, у нас не хватает аппарата, ФВЛ, мы отдаем молодым, потому что пожилых меньше шансов. Мы, скрипя сердцем, выполняем инструкции, но это противоестественно, античеловечно. Живая душа, она плачет этому, так сказать, не может смириться, но приходится делать. То есть, насколько деградировал человек общество в целом, общество не только российское, европейское, проамериканское не говорю, поднимает вопрос Михалков. Говоря о либеральной идее, вирус показал всю эту идею и сплоченность общества. Вот, предположим, та же Германия, естественно, закупает и делает все для этого, те же маски он закупала, переплачивая за тесты и так далее, в Китае, в других странах, чтобы только не в другую страну ЕС, а им это пришло, выплачивая большие суммы, покупая дороже. Не стоим ли мы на пороге вообще передела, глобального передела мира, что когда этим кризисом, отсутствием работы, упадком предприятий, производств неизбежно, да, разорение малого и среднего бизнеса, будут скуплены потом предприятия, укропнены целые сферы, целые, так сказать, направления бизнеса будут подмяты крупными корпорациями, а так и будет, ведь вспомните, что такое капитализм и его высшая стадия империализм. Оно и стремится к управлению, если в социалистическом обществе все это глобальное управление берет на себя государство и распределяет справедливо по всем гражданам и членам общества, помогая более слабым, больным и так далее, то в капиталистическом одни пожирают другие, более сильные акулы съедают более мелких. И вот такими процессами, как это было, например, в 1913 году, это я уже от себя все говорю, да, когда первый прогнозируемый кризис США, когда разорены были не какой-то случайной бедствием, напастьем, а целенаправленной программой, да, определенных людей, взговоры, которые вошли, вот эти национальные тысячи банков малых, потом предприятий, уничтожили, подмяв под себя вот эти гигантские корпорации, транснациональные концерны стали потом из них. И все это в руках определенных небольших семей, количество семей, определенного числа людей. Они проталкивают все эти гарвардские, хьюстонские проекты. Им служат Алины Даллес и президенты различных стран. Они управляют процессами. Глупо думать, что президент это вершина этой пирамиды в той или иной стране. Это марионетки в той или иной степени. Не везде, конечно, но в той или иной степени. И вот он приводит пример исповедь экономического убийцы. Приводит его фото, книгу и так далее. Что и происходит. А о чем там говорится? О том, как банкротят страны. Он объясняет вот этот человек, который в спецслужбах работал и в специальной программе, что если, например, государство нуждается в деньгах с радостью, ему помогают с радостью. Что не может платить за деньги, взятые, ну, пожалуйста, никаких проблем. А так и дают с тем расчетом, чтобы государство не могло заплатить определенные проценты, условия создают экономические и так далее. Ну, а дальше платите, пожалуйста, природными ресурсами. Приватизируйте компании. Отдавайте целые отрасли. Передавайте контрольные пакеты нам. Эти механизмы отлажены. Кредиты от МВФ это как раз та самая петля. И они, эти кредиты, вернутся, ну, сполна тем, кто их дает. Ну, а чем они обвернутся для жителей этих или иных стран? Разорением этих стран, безусловно. Разорением народа. И кому МВФ дал кредиты, те расплачиваются своими предприятиями, землей, независимостью. Ну, а под это дело меняются законы, отдается земля, предприятия, ресурсы. Ну, то есть полное экономическое и потом уже идет фактическое. И вот только надо узаконить. Рабство, по сути. Только это тихой сапой идет. И люди живут в иллюзиях, пока СМИ, которые тоже служат интересам мирового правительства, правительства, естественно, не показывают всю естественную картину, а делают образ вроде бы нормальной жизни, все где-то что-то строится, работает, продвигается. А на самом деле не проснутся ли у разбитого корыта? И люди начинают сейчас прозревать, видеть, что происходит. Конечно, что-то грядет более глобальное. Коронавирус это инструмент. Он есть, существует, безусловно. Но его взяли на штыки, как оружие, с помощью которого, возможно, как репетиция, о чем я уже говорил сейчас и чуть дальше, то есть посмотрят реакцию народа в тех или иных странах, как бы прощупают, можно ли с этими людьми, с этим народом делать все, что угодно. Можно ли докрутить гайки окончательно? И потому сейчас, да, это репетиция, я уверен, это не окончательно то, на что глобалисты рассчитывают. Но то, что они от этого плана не откажутся, это однозначно. Я надеюсь, вы знаете, что те страны, даже которые были с дуру, вот обманутые говорили что-то плохое про времена СССР, вот что в Афганистане сейчас говорят, вы слышали? Вы видели, что говорят старики и те, кто участвовал в войне даже с нами тогда, ну, на одной стороне, или были нашими союзниками, они говорят, русские приходили, они все строят, а американцы что делают? Только разрушают, уничтожают и отнимают. Да и европейцы, это русские, только все всегда строили всем, от Суэцкого канала до разрушенных городов, дома строили, здания, промышленность. В Прибалтике после войны что было создано? Целые предприятия, индустрии, отрасли, электронные, прочее. И что сейчас плюют в лицо своим же благодетелям? Ну, это делают глупые и подлые сволочи. Как из рога изобилия из России выкачивались ресурсы в другие республики? И ладно бы люди были благодарны, так они были. Но как изменили сознание людей, как их обманули там, сейчас, за последние десятилетия, что люди, многие, так сказать, превратились вот в таких подонков, которые не ценят хорошего, в неблагодарных людей превратились. А про Польшу после войны вспомните, что было. У меня вот такая книга толстая, надо бы найти как-нибудь, покажу, есть 48-го, по-моему, года или 52-го, когда было показано, что сделано, все статистики и так далее, фотографии. Когда востроили всю страну наши специалисты, предприятия, строение, так сказать, здания, это квартиры, отладили производство и так далее. И что сейчас? Какая благодарность, ну пусть не всех людей, но все-таки большее участие общества не помнят, что было еще недавно. Ну так и с ними сделают в костер топку, кинут, подождите. Главная задача мирового правительства уничтожить Россию, а все остальные будут уничтожены по щелчку. И вот эти страны, которые должны до земли поклон России на русскому народу бить, они сейчас что делают? Они ненавидят Россию за все, что она для них сделала. Когда другие страны, Испания, Англия, другие, только порабощали другие народы и жили за счет разграбления других стран. Это и есть англо-саксонская вот эта самая, ну не то что теория, а просто, так сказать, идея паразитировать жизнь за счет разграбления других стран, ресурсов, народов. И немецкая идея нацистская, она та же самая, что и в Европе гуляла, и до этого вот эта колониальная, собственно говоря, по сути тоже. Только прикрытая другой теорией, красивыми словами, а на самом деле оно и есть. Но сейчас глобалистам выгодно сократить численность народонаселения многих стран, и европейских, но уж тем более других. И потому для одних народов уготовлена одна участь, для других другая развязываются войны, конфликты, голод, будут войны из-за воду, и другие глобальные, природные, экономические катастрофы. А под это дело будут говорить, и люди даже поверят многие, что действительно планета не способна выкормить, выносить такое количество людей. А это все, мол, потому что людей много. Нет, потому что узурпировала одна маленькая группка людей все природные богатства, ресурсы. Они не хотят, чтобы люди встали, восстали, изменили положение и стали с колен. Они хотят, чтобы на веки вечные было узаконенное рабство. Но пока так, прям открыто, у нас же демократия в мире. Сказать это невозможно, и потому нужно что-то сделать и для этого подготовить. Чтобы люди сами попросились, на все что угодно были согласны, чтобы только им в своих маленьких уютных домиках, конурках, квартирках было спокойно жить и, так сказать, прекратился страх и паника. На все что угодно они будут согласны. Дальше он поднимает глобальный вопрос. А у нас в стране была вскормлена еще в советские годы вот эта интеллигенция, которая ненавидела нашу страну. Когда Хрущев открыл, враг народа, предатель Хрущев, но об этом он не говорит, я говорю, открыл лагеря, амнистию сделал, откуда вышли не только уголовные элементы, но и те самые, которые ненавидели люто нашу страну, строй, коммунистический строй. Они хотели сделать все, поскольку они служили тем. Это были троцкисты, это были прихлебатели вот эти все, либеральные, которые, как правильно говорил Достоевский, готовы были мыть ботинки своим хозяинам, что наш либерал русский, он говорит, это лакей, который только ждет, кому бы вытереть ботинки. Но эта часть интеллигенции, которая так ненавидит русский народ, сама выросла. Эти люди родились, жили, их вскормил русский народ, вскормила Россия, Советский Союз. Родина им дала все. Они взяли и использовали, и плюнули в лицо, да более того, ладно бы открыто плюнуло в лицо, но разрушали в глаза одно, а за глаза другое. Эти хитрые, подлые, трусливые создания гнобили свою Родину, разрушали ее, и служили врагу, а не предателе. Сейчас у нас, говорит Михалков, гнет колониальной конституции 93-го года. К сожалению, у нас в стране, говорит, нет идеологии. Но он, правда, говорит, что она не обязательно должна быть коммунистической, вроде как что-то расшаркивается тоже. Вот это он совершенно не прав, но он, видимо, до сих пор не понимает, что есть только два варианта. Это коммунистическая идеология, а есть идеология капиталистическая, если все сузить, потому что все разновидности, какие бы вы ни перечислили, там что-то с монархией связано, так сказать, и так далее, это все равно капиталистическая идеология. И либо все будет служить отдельным людям, одной группе или другой, или всему народу, а если всему народу, то необходима диктатура пролетариата, то есть большинства людей, трудящихся людей, по-другому будет несправедливо. Это и есть истинная, исконная, даже если хотите, христианская идея. И коммунистическая, они идентичны, по сути своей. Первобытный общинный строй, естественный тот, когда все отброшено, лишнее, ненужное, неестественное, как бы сказать, наносное, остается то, что и с одним, и с другим полностью соотносится. Так оно и есть. Но, тем не менее, под идеологией разные люди понимают, разное, Михалков говорит, идеология есть у разных стран, только у нас ее нет, только русским запрещено ныне иметь идеологию, причем по Конституции, что совершенно несправедливо, разумеется. Да, и он говорит, что вот эти поправки в Конституцию, которые президент хочет сейчас провести, это же не изменение Конституции, это вообще не новая Конституция, а надо бы новую. Ну, хотя бы вот эти поправки. Он говорит, вот возьмите пункт 4, просто подумайте, о чем он? Чтобы выйти из-под международных законов, оглавенствующим объявить законы свои, а мы сейчас живем в Конституции, при которой главенствующий закон их, зарубежных стран, мирового сообщества, но не России. Справедливо ли это? Справедливо ли, когда чужие интересы ставятся выше национальных интересов? Как можно иметь чиновникам на руководящих постах двойное гражданство, быть гражданином другой страны, а кому ты будешь служить? Это что такое? Это правильно, что было принято постановление, что имущество нельзя иметь, причем не только, но и членам семьи, не самому он же оформит на жену, на тещу и так далее. Это понятно. Кому этот человек будет служить? Как вербовали предателей в СССР в том числе, как любых предателей в любых странах вербуют им большие деньги, блага, счета в других странах, чтобы предатель мог, когда петух жареный клюнет, если успеет, уедет и будет жить, наслаждаться жизнью себе в одно рыло, предав свою страну, свой народ, скормивший тебя. То есть, вот предателей правильно при Сталине, ведь не расстреливали после войны, а вешали, потому что недостойны предатели пули. Ну и потом приводят Михалков в списки матерых ненавистников России, русского народа. Прилепин написал целую петицию против вот этих поправок, которые Путин хочет внедрить в Конституцию, поправок, совершенно справедливых, на мой взгляд. А попробуйте сказать, что там несправедливо, если кто-то не согласен конкретно. Вот такая-то поправка, я считаю, что вот это неправильно, несправедливо. Или это все-таки справедливо? Нет, ну это может быть несправедливо для США, для Великобритании, для предателей подонков, а для тех, кто любит свой народ, свою родину, по-моему, поправки, эти справедливы. Я вообще, конечно, за Конституцию 30-х годов, вот я лично, но это уже другой, отдельный вопрос. И кто, главное, написал, подписался под этой петицией? Рабочие, какой-нибудь, он как говорит, верфи, судостроительного завода, металлопрокатной, или каких-нибудь машиностроительных заводов, рабочие, простые люди? Нет, это все интеллигенции, Конгресс некий интеллигенции, какое слово-то, Конгресс? Сами так себя назвали, обозвали, назначили. И прекрасно сказал великий русский патриот, человек Гумилев, он сказал, что я себя интеллигентом не считаю, я, почему? Потому что я имею профессию и люблю свою родину. Каково? Как сильно сказано, ведь действительно, поэтому прав был Ленин, совершенно справедливо, как он называл, дерьмом русскую интеллигенцию. Знаете кого? Естественно, он не называл честных и порядочных людей, он не называл, естественно, так, академика Павлова, например, там, конечно, он называл вот таких, список, которые приводятся, вот список, а кто там? А там Шендеровичи, всякие вот эти, Бенедиктовы там и прочие, и товарищи, и же с ними, все те, кто так люто ненавидит Россию, кстати, очень хороший тест. Вот если вы смотрите, и они, эти люди, вот эти люди, говорят, что есть хорошо, значит, знаете, это плохо, а что они, соответственно, ненавидят, так люто, это прекрасно и хорошо, абсолютная мерила, там можно сразу тест провести. Скажи, что ты думаешь о определенных основополагающих вещах, и я скажу, кто ты, как ты относишься к пидорастии, к насаждению, ко всем этим там гейпарадам и пропаганде пидорастии, да, как ты относишься к узаконенным вот этим однополым так называемым бракам, как ты относишься к уничтожению ценностей семейных, как ты относишься вот к этим вещам родитель номер один, номер два, что там уже происходит, как ты относишься к тому, что надо как можно меньше и как можно позже рожать детей, когда ты там все нагуляешься, наблудишь, заработаешь и так далее. То есть вот это разрушение, если глобально говорить, именно семьи, института, семьи, что они пропагандируют к этому противопостоянию мужчин и женщин, вот этой извращенной феминизации, которая идет матерым светом и перерастает в извращение уже всякого рода иного. Это те подонки, это тест на подонка, кто ставит в одну строчку знак равенства между Сталином и Гитлером, между нашим советским социалистическим строем и капиталистическим, фашистскими режимами и так далее, и так далее. Это все те, кто прививают разными способами ненависть к нашему прошлому, к истории, к советскому прошлому, к нашим людям, кто ненавидит, гнобит, издевается над трудом простого человека. Это те, кто пропагандируют и насаждают разврат и безделие, потребительское отношение к жизни. Это те, кто лгут, что все могут быть богатыми и так далее в капиталистической системе. Это бред, безусловно. Но именно они, зная, причем прекрасно, это пропагандируют эти враги, эти предатели Родины и Отечества. Их, этих врагов народа, этих предателей, можно узнать спокойно по такому тесту, например, по отношению к абортам. Разумеется, они все сделали в 80-е, в 90-е, они сделали в кинематографе, они сделали все, чтобы как можно меньше детей рождалось у нас в стране. Разумеется, они пропагандируют за распущенность половую, за блядство. Они пропагандируют за любые свободы, за любые права, но не за обязанности. Вот ко всему, к этому, к чему нормальный человек, естественно, относится негативно, они относятся с радостью, поддерживают и делают все для того, чтобы раздлить, развратить народ, молодежь. Это и есть подонки и предатели, человек и ненавистники. И вот все, что им радостно, все есть губительно для народов. Все, что они ненавидят, есть хорошо, потому что это против их сатанинского нутра. Ну, а предатель, профессор Зубов, что сказал, там тоже можно услышать. Я потом даже посмотрел его интервью. И вот я спрашиваю же я, вот что будет, если этим людям дать полную власть? Что будет? Тогда Гитлер будет отдыхать. Это естественно. Это таковы эти люди. Они только скрываются под личиной демократии. Я готов жизнь отдать за то, что вы скажете то, что даже мне не нравится и так далее. Все ля-ля-ля. Пустые слова, под личиной которой люди продали и предали свою страну в 90-е, в конце 80-х. Они говорят, что вот эти поправки в Конституцию, это, мол, конституционный переворот, но еще недавно они рукоплескали госперевороту на Украине, например. То есть незаконному, незаконным выборам о перевороту. Это как? Двойные стандарты для них норма абсолютная. Они были за памятники фашистских приспешников. Ну, тот же Маннергейн в Ленинграде, памятник, да, который, так сказать, вот еле отбили, чтобы его не ставили. Ну, а сколько всего такого от мала до велика происходило и происходит. Он очень хорошо показал, вот, пример такой, как эти люди начали вот этой интеллигенции разрушать страну в кинематографе. Но об этом Зазнобин, который один из основателей концепции общественной безопасности, прекрасно в свое время говорил, прекрасно, что если из кино вот при Сталине люди выходили воодушевленными, вдохновленными, направлены их были все стремления на созидательный труд, на вот эту общность, на радость труда, как бы в едином вот этом порыве. Сделать что-то друг для друга, хорошее, для страны, создать, сделать чудо. В этом радость искали. То, выходя из кино потом, что стали люди видеть и чувствовать? Уныние, беспросветность, потерю любых ценностей, ориентиров, идеалов. То есть полное разрушение всего того светлого и чистого и созидательного, что есть в человеке от его естества. Так вот, правильно Ленин говорил, самое важное из искусств для нас является кино. Почему? Потому что языком кинематографа можно возвысить человека духовно, сделать из него творца, созидатель, а можно его растоптать, расчленить, уничтожить просто, втоптать в грязь, что сейчас и происходит. И все эти бляди на шоу «Доме-2» и всяких там поющих этих трусов, посмотрите, нет им числа, что они сделали, а миллионы этих идиотов-подростков стали этим «кумиром», в кавычках, так сказать, для них они таковы, подражать, и куда они летят, в пропасть они летят, ломают свою жизнь, генетику ломают, свою телегонию и так далее, блудом, уничтожают, как бы тем самым, возможность страны подняться с колен, тупеют, а это все безвозвратно уходит, безвозвратно. А виной тому, кто? Да, и мы, с одной стороны, что позволили себя так унизить, уничтожить, растоптать, а с другой стороны, конечно же, виноваты те, кто все сделал для того, чтобы превратить определенными технологиями из народа, думающего, созидателя народа в народа, потребителя и быдла. Ну вот он, пример Ахиджакова приводится, так сказать, вот из известного всем нам фильма, пример, что не нравится, вызывающие вот эти ботинки она показывает своей начальнице, а та говорит как бы себе, а, ну, значит, надо брать. То есть она понимает, что это вызывающие, развратные, то есть там и так далее, хотя это, конечно, ни в какое сравнение не идет с тем, до чего сейчас этого уже дошло, да, что и не является для них как бы развратом, а на самом деле детям даже 15-16 лет порой многие вещи смотреть просто нельзя, от новостей до кино, так это любое невозможно. Так вот, это и есть окна Авертона, это когда-то считалось просто немыслимым, а сейчас это что-то в порядке вещей. Задумайтесь об этом, люди. Ни один народ в истории человеческой не испытывал столько горя-бета-страданий, как наш русский советский народ. Вот вспомнить ту же блокаду Ленинграда, говорит Михалков. А как люди действовали, как люди были сплочены духовно, как они поднимали дух друг друга, несмотря на то, что были просто поставлены страшные условия существования, и тем не менее это настолько были крепкие эти люди, духовно, нравственно, морально, что было просто немыслимо для любых европейских мировых народов, что смогли, смогли победить, и победить в первую очередь даже те голодные полумертвые люди, духовно и нравственно, понимаете, что сейчас это возможно было? Безусловно, нет. Другими люди стали? Да, они стали другими. Я вот все время вспоминаю, что говорил Углов Федор Григорьевич, я имел честь его лично знать. Он говорил, а это великий врач, хирург, академик, он говорил, что я помню, он всю блокаду Ленинграда, не отходя от хирургического стола, оперировал, когда разбивали стекла, осколки, когда все были голодные, но никогда, он, говорит, не слышал ни от одного человека, тысячи через его руки прошли, чтобы сдать Ленинград, даже мысли ни у кого не было, понимаете, что это за народ был когда-то, наш народ. И как мир, цивилизованный мир современный, отказался от всех человеческих, действительно, настоящих человеческих ценностей, скреп, и прав Ильин, великий Ильин, который сказал, что жить надо ради того, ради чего можно умереть. Это глубокая, тоже глубокая, гениальная мысль, конечно, абсолютно он прав. Михалков приводит еще пример интересный, вот про вот этого Ванштейна, которого посадили на 23 года, и тут же приводит пример другого преступника, которому дали 25 лет почти то же самое, за убийство 70 человек. Ванштейну за что? За то, что 30 лет назад какие-то бляди с ним спаривались. И тут 30 лет прошло, и эти все бляди, ну, всякие актрисы и так далее, которые не под дулом пистолета, а за деньги, за возможности, ну, то есть за кино, а кино дает возможность получить Оскар, деньги и так далее, они ложились как подстилки, ну, не под никак, а они и были подстилками, под этого Ванштейна и же с ними. И что? Ну, и надо было тогда судить, а то, что сейчас, ах, общественность, какое осуждение и так далее, какой цинизм и двуличие. И что это? Справедливо? Ну, про тогда было бы, может, справедливо, а сейчас что? Прицепились к этому Ванштейну за это, когда за такой же срок дают за совершенно несоизмеримо большие преступления, деяния. Это что такое? Вот в этом и есть во всем прогнившая Европа и США. Вы думаете, те блага, которые пользуются сейчас, средний класс, хотя его все меньше и меньше, это что? Вот эта золотая американская мечта, это миф сейчас, миф. Больше не будет никаких свобод. Знаете, почему вот эти все были позволены в американском, европейских некоторых обществах воспитывать средний класс и так далее? Думаете, потому что такие они хорошие, руководители государства и так далее. Ну, я отдельных не беру, да, естественно. Как во Франции Деголе, я не беру таких людей, их уже нет и не будет, скорее всего. А я говорю о том, что было позволено. Именно позволено. Для чего? А чтобы последнюю преграду устранить, уничтожить СССР, чтобы в народе, в нашем, зародить как бы такую вот, давя на низменные желания, на примитивные желания и мышления, уязвить, укорить, как бы вот подколоть, мол, вот к чему надо стремиться, вот как живут люди за границей. А вы, мол, ну а теперь мы и сами, видимо, народ более-менее прозрел, как живут там за границей простые люди. Прямо они прекрасно там живут за границей все. Шикарно они живут. Ну ничего, кто это еще сейчас не понимает, в иллюзиях до сих пор находятся, поймут чуть позже. Поймут, но боюсь, что поздно будет и для нас что-то тогда менять, когда поймут все. Вот письмо под его видео от Сергио, какого-то там живу в Италии. Сами итальянцы говорят, если не остановить развитие России, то наша Европа превратится в третий мир. Понятно, куда клонит Михалков, но истина на чаш весов склоняется в его сторону. В этом он прав. В чем прав, в том прав. Вот пишет другой Андрей, там как-то по-английски на Бурбук. Спасибо, я свидетель нового времени. Зарождается новый фашизм. Кстати, если изменить одну букву, вы назвали грех, то получается грех. Ну это ладно уже там. Да, и пишет дальше человек. Вывод один. Либерасты не люди. Выродки рода человечества. Совершенно справедливо. После этого выпуска берегите себя, Никита Сергеевич. Ну а то, что он развивал тему чипизации, тему, о которой сейчас тоже нельзя говорить, да, тему вот этого электронного концлагеря. Ну это просто огромный действительно поклон ему за это. По крайней мере, миллионы людей услышали, кто-то призадумался, к чему мы идем. И дадим ли мы им к этому нас привести, ко всему вот этому. Действительно, сатанизм. Как Греф говорил, зачем вы даете народу? О чем вы говорите? Мне просто больно на вас смотреть, но обращаясь к коллегам. Вы же понимаете, что люди, узнав информацию, будут неподконтрольны, ими нельзя будет управлять. Вы вообще понимаете, что это такое? Съедим мы это, да? В очередной раз? Ну открыто они уже начинают открыто говорить. Не бояться. Ни за границей, ни здесь. Фонд Гейтса, правильно, прививки. Через прививки, возможно, какие-то чипы, которые будут активированы. Возможно, это предположение чем-то. Может быть 5G, может быть какими-то другими ВЧС-ВЧ-источниками излучения, а может чем-то еще. Кто это знает точно? У них, как говорится, все козыри в карманах. Быть безропотными овечками, подопытными. Что делать? Надо думать, смотреть, что делать. Народ вообще-то это главная сила в стране. Это, собственно говоря, кто такие чиновники? Это вообще-то слуги народа. Слуги, которые должны служить, а не выпендриваться, и строить из себя, не пойми кого-то. В министры, президенты, в депутаты. Должны идти те люди, которые видят свою профессию как служение, как крест. Которые видят свое, ну, не как наказание, разумеется. Вот почему раньше уважали действительно настоящих в древние времена князей. Ну, как говорит правильно Сунтако в этом смысле, что тот же князь, это, так сказать, первый в бой идет, и последний ест. Меньше всего имеет, но больше всего при этом уважения заслуженного. Потому что он заступник, защитник, он, так сказать, пример для подражания и так далее. Вот такими людьми должны быть руководители, которые должны не за страх, а за совесть, которые должны на алтарь жизнь свою положить, вот в победе, так сказать, над врагом, в победе, так сказать, над невзгодами и бедами, чтобы, так сказать, страна была великой, достойной. Как это сделал, и сейчас все больше людей, начинает это все-таки понимать товарищ Сталин. Он жил не для себя, он жил для того, чтобы сделать это, как в песне пелось одной. Была бы только Родина свободной и счастливой, а выше счастья Родины нет жизни ничего. И вот это сейчас начинает понимать все большее и большее количество людей. И правильно, когда-то пророческий Сталин сказал, что после моей смерти на мою могилу выльют много мусора, очернят и так далее. Но придет время, когда ветер истории развеет этот мусор, и сейчас это время уже приходит. Потому что люди начинают понимать, кто есть честен, бескорыстен, кто служит, каким идеалом, ради чего осудить о том времени, о тех понятиях, понимании, о той жизни в современных условиях могут только идиоты. И поэтому тот же Сталин в наше время действовал бы по-другому. А тогда он действовал, как было необходимо, как было единственным и возможным, как было просто спасительным. И он смог вытащить нашу страну из неминуемой беды, полного разорения в 20-е годы, построили великую страну, промышленность, выиграли самую тяжелую войну в истории человечества, по крайней мере, известную войну в истории видимой, обозримой человечества, отстроили ее заново, создали ядерный щит, космическую технику, построили другие, отстроили города в других странах, помогли восстановить экономики других стран, в том числе европейских, многих стран. И есть же те неблагодарные люди, которые повторяют за предателями и подонками ту клевету, которую вылили на Сталина в конце 80-х, в 90-е, в 2000-е, тысячи серий видео снимали, какой Сталин мерзавец, подонок, тиран, садист и так далее. Все эти сванидзе, все эти, им нет числа, этим людям вы их все хорошо сами знаете. А откуда вся эта интеллигенция подхватила? От двух предателей, изменников родины, от Солженицына, врага народа, предателя, и от Резуна, который посмел себя назвать великим именем Суворов, который был перебежчиком, разведчиком, предателем своей родины и перебежал в Англию. И эта интеллигенция на флаге подняла все, всю ту ложь, клевету, которую эти два человека, ну, плюс всякая мелочь, о которых говорить не будем, и же с ними, выплеснула на страну. Все эту желочь, ненависть, подлость. И, конечно же, на Сталина. Ну, и в завершение еще кое-что хочу сказать. Вот вышел ролик 30 апреля под шумок, называется реплика Андрея Караулова, на канале Караулова. А о чем он там говорит? А он там говорит как раз о том, что чиновники, да, боятся общественного мнения, что Шингаркин, эколог, вот, вместе с ним бьют тревогу, очень серьезную тему поднимают, что будет, если 4 мусоросжигательных завода построят в Подмосковье и 100 по стране, вы слушаетесь, не перерабатывающих мусор, а сжигающих. А вы знаете, что это миллионы тонн пластика, ПВХ, а это поливинилхлорид, это хлористые соединения, это диоксины, которые вызывают гарантированно рак, это тяжелейший канцероген, фенолы и так далее, да. Европа и весь мир от этих заводов отказались, а мы закупаем старые заводы, старые, уже списанные, которые не проходят по всем тестам и ГОСТам тех или иных стран. Радиус действия, поражение, минимум 25 километров, и то, если, смотря куда ветер подует, а то и все 50. И в год от 1 килограмма 200 грамм чистого диоксина с каждого завода в день около миллиона годовых европейских норм будет выделяться. А это 300 миллионов годовых норм будет выделять один завод, а их 100. Шингаркин просто сказал, что это геноцид народа и совершенно справедливо сказал. Другого тут быть мнение не может. Нет, но мнение-то может быть что угодно, только мнение, это есть какие-то доводы, основанные на истине, на каких-то знаниях, аналитике, а сказать можно что угодно. Вера и знания, и доводы, это разные вещи. Караулу говорит, что это некий Шипелов все это организует. Ну а он на Урале под шумок, свалку открыли на Урале. Суд, кстати, постановил, что на берегу реки свалка, может быть, и туда можно все свозить, а там мыши як, и другие яды, ну и люди травятся, природу губит, мать родную, за что надо расстреливать, конечно же. За такие экологические преступления нужно, на мой взгляд, расстреливать. Я, вы знаете, тоже думаю, когда же все это кончится, все это вот несправедливое, не просто несправедливое, ладно, по отношению к кому-то, к одному человеку, в виде исключения, то есть, тотальная такая наглость циничная, вот эта вот масштабная подлость, двуличие, как вообще люди такие живут, находятся, которые могут вот это творить, так, знаете, вот еще Шерлок Холмс, да, вспомнить, как там у Кэндуэля, как говорил Шерлок Холмс, Ватсон, я, говорит, Холмс не понимаю, как вот, ну я понимаю еще какого-то там племянника, который может дядюшку за наследство убить, или там еще что-то, но как может человек за деньги, за выгоды какие-то весь народ обречь, там страну, предать, вот такие вот как бы слова там были, но это еще более цинично, это еще более подло, если я подчеркиваю, если это правда, а я точно не знаю, все правда это или нет, ну если правы эти люди, такие как Караулов, его коллеги, если прав Михалков, если правы те люди, на кого они ссылаются, то это действительно геноцид, это подлость, это предательство, это преступление, которое не имеет срока давности. Обязательно, дорогие друзья, посмотрите лекции Попова, так вот я, наверное, уже подводя итог, скажу следующее, скажу следующее, вот еще несколько зачитаю писем, таких, которые я подметил под видео ролика Михалкова, пишут, что 1984 Джордж Оруэлл написал книгу, в 1949 году такое чувство, ну, написал он в 1949 году эту книгу, такое чувство, что ее прочли и решили в жизнь воплотить. Ну, почему же, не совсем так, Гарвардский проект был принят еще раньше, в 1945 году, в 1945 уже все это шло еще раньше. Это и называется продать душу дьяволу, совершенно верно. Сняли с эфира, теперь вот, Бесогон больше не будут показывать, даже те, кто никогда раньше его не смотрел, не знал, что это такое, теперь стали смотреть, потому что его сняли с эфира, совершенно верно, как разорвавшийся, бомбы, там уже миллионы просмотров. Пишут, что у Грефа наверняка на затылке где-то печать зверя, а вам, Никита Сергеевич, я всегда симпатизировал. У меня когнитивный диссонанс от того, что Михалков об этом вещает. Красавчик Никита Сергеевич, вот молодцы, но это потому, что раньше он снимал же фильмы, в том числе, как бы, так сказать, как поклон Западу, разные там, от цитаделей до этих, где показывалась наша совершенно действительность не такая, как она и была, как по крайней мере, вот вроде бы этими фильмами было показано, что вот оно есть именно так. И тут произошел вот такой некий переворот. Ну что ж, не будем сейчас говорить то, что было у Михалкова, вот как отношение к этим фильмам там, а будем говорить о том, что человек сказал сейчас, искренне, сказал, без сомнений, о чем душа у него болит и, так сказать, это общая наша боль любого человека разумного, порядочного. Ну а кто-то пишет, а вот у меня такое чувство, что половина среди нас уже безропотные зомби, окончательно и бесповоротно, я вот боюсь этого. А вот Царева пишут, тоже, кстати, канал такой серьезный, на канале у себя публиковало прорывное выступление в австрийском парламенте, ну это да, про коронавирус, там что, мол, почему же в Швейцарии он никакие меры не вводит, и вроде, а мы вводим, что это? И, кстати, а знаете, что там важно? Какую мораль вот из этого извлечь? Не то, что нам говорят, вот вся фигня, коронавирус, нет, нету мораль, это люди, кто совсем дегенераты, только это видят в этом, а там другая мораль. Вы знаете, о чем он там кричал? Вы что с бизнесом делаете, с нашим малым, средним, вот все, что у нас сейчас говорят, совершенно справедливо, и там говорят, где в австрийском парламенте? Австрия не бедная страна, тот самый эталон Европы прогрессивный, немцы, австрийцы, и что? Тоже бьют тревогу, что же происходит? Куда загоняют народ, бизнес там и так далее? Все то же самое. Михеев, кстати, мне тоже тот ролик Михеева скинул с таким сильным названием, прям, что он обличает или что-то, он говорит однозначно, похоже на то, что цифровой концлагерь на лицо, под шумок распространяются механизмы контроля над людьми, и эти меры неправильные, но он там так аккуратно, обкатанно, так сказать и так далее, но по понятным причинам. Дорогие друзья, ну что тут можно сказать? Я, конечно, был тоже удивлен, приятно удивлен, хотя Михалков очень важные вопросы многие годы поднимает. Глобальный вот этой, тотальный несправедливости, подлости, он показывает, пытается объяснить, куда действительно, во что скатывается, даже не страна, и народ, самое главное. Кем сейчас является наш народ? Во что он превратился? И кем он был, чтобы на этом диссонансе посмотреть, очнуться, может быть, сказать себе самим, может быть, хватит? А ведь нас отучали, мы не должны гордиться своими предками, мы не должны, вот, например, парад 45-го года, а сейчас скоро 9-е мая, 75 лет Великой Победы. Говорят, это никакая не победа, что это за парад, это что за празднование, сколько людей убитых, это что? Кто говорит такое? Либо идиоты, либо подонки и предатели. Конечно, это праздник, победы. Для тех всех, кто победил, для наших предков, это была победа, радость, но это праздник со слезами на глазах, как пелось в той песне, вы помните? И поэтому совершенно верно, это праздник со слезами на глазах, забывать об этом нельзя, детей, внуков, правнуков, всех учить нужно, чтобы они помнили это, знали, чтобы это не повторилось, нам надо быть сплоченными, не надо нам быть трусами, а честными, порядочными, сильными людьми, помнить великие подвиги наших отцов, дедов и прадедов, и, естественно, никогда не позволить никому глумиться над великой светлой памятью их и их победы, нашей победы. А что сделал год назад подонок Быков, вот эта толстая сволочь, что, ну, который поэтик, что он сделал? Вы помните, что он вообще сказал? Вы помните, что он сказал? О Гитлере, Дефирамбо ему пев, и так далее. Если найду в себе силы, время, а я тогда еще год назад сел писать статью, и вот оставил ее, и она у меня недописанная лежит, и, возможно, я ее завтра, послезавтра допишу, и до 9-го числа, не знаю уж, успею, вряд ли, но постараюсь. Мое мнение на эту тему, что вообще, вот если мы все промолчаем, ничего в ответ не сделаем, не скажем, не потребуем, кем мы будем тогда являться? Тряпками, слизью, о которой ноги вытирает всякая сволочь, надменная, жирная, пьяная. Это что такое? Это значит, мы становимся предателями, подонками. Ну, вот такое тяжелое, может быть, грустное получилось видео, но посыл, и я не теряю надежду, я очень хочу, чтобы люди вспомнили, очнулись, трепенулись, объединились в лучших своих началах, ну, и не позволили подонкам, хамам торжествовать, не позволили из себя сделать рабов, не позволили себя повести на убой, не позволили ропотно выполнять все приказы, даже подлые, бездумные, античеловеческие, подчиняться этим античеловеческим решениям, постановлениям. Я сейчас говорю, естественно, не о мерах против коронавируса, вот этих самых антиинфекционных, да, так сказать, это все понятно, эпидемии, когда нужно, так сказать, соблюдать правила гигиены, меры предосторожности и так далее, хотя я говорил в своих видео о коронавирусе, что это надо было сделать, вот в видео об упущенных возможностях, это надо было сделать за 2-3 недели, можно было бы сделать, если бы жесткие меры приняли бы, но короткие, а теперь длинные полумеры. Да, оно спадет, конечно, будет все лучше, если лето будет жарким, сухим, сойдет эпидемия на нет, но потом к осени опять будет вспышка, а что будет дальше и как возьмут в руки эту ситуацию, скажем, наднациональные структуры, как будут управлять странами, государствами, телевидениями и так далее, в мире, что будет, это уже поживем, посмотрим. Ну что ж, предупрежден, уже вооружен, как говорится, хочешь миру, готовься к войне, и потому лучше, как говорится, перебдеть. Ну на этом все, всего вам хорошего, самого лучшего, порядочно, всем честным, хорошим людям, я желаю всего самого лучшего, увидимся, услышимся, до свидания. Вставай, страна огромная, вставай, разметный бой, с фашистской силой темною, с проклятою водой.